15 мая во всем мире отмечается Международный день семей. Смысл праздника заключается в том, чтобы еще раз отметить, какую важную роль семья играет в жизни общества. Ведь человек начинается с семьи, именно в ней закладываются основы личности. Ребенок перенимает черты родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, наследует их принципы и взгляды на жизнь. Этот день всегда отмечают в школе номер три различными мероприятиями, но в этом году они приняли несколько иной формат. На протяжении всего учебного дня здесь проходили мастер-классы, участие в которых могли принять все желающие. Их нашлось немало. Учащиеся старших классов показали учащимся среднего и младшего звенам, как можно украсить фоторамку, изготовить бабочку и бутончик цветов из бумаги. Это оказалось совсем несложно. Дети с увлечением работали, те, кто не успел справиться с задачей на одной перемене, могли закончить на другой. У всех нас есть семейные фотографии. Кто-то их хранит в альбомах, кто-то вставляет в рамку и вешает на стену или ставит на видное место в комнате. Но рамка покупная – самая обычная. А вот сотворить ту, которая станет особенной – дело рук юных мастеров. Для дорогих сердцу воспоминаний всем хочется подобрать достойную оправу. Поэтому вопрос, как сделать красивую рамку, приобретает особую актуальность. Ребята принесли на мастер-класс фотографии своих родных и, используя подручный материал, принялись за декор. Работа кропотливая, но результат того стоил. Рамки получились необычные, действительно уникальные. Сегодня в нашей школе мы провели мастер-класс по изготовлению рамок, в который можно будет вставить свое семейное фото. Мы уже делали в нашем втором здании, в девятой школе такое. Мы решили здесь тоже поучаствовать. В этой фотографии моя семья. Папа, мама, брат и я. Бабочка оригами – это одно из наиболее простых оригами, который сможет сделать каждый им все, что нужно – это лист бумаги. Всего несколько действий превратили его в красивую бабочку. По окончании мастер-класса красные и розовые бабочки разлетелись по всей школе. А еще ребята изготовили для своих родителей маленькие букетики из цветной бумаги. Для изготовления используется принцип спирали. Это один из самых простых способов сделать цветы из бумаги. Нужно сворачивать детали с внешнего кольца спирали довольно плотно, пока не доберешься до внутреннего края детали. Несколько минут – и подделка готова. Сегодня мы были бумажными флористами и собирали маленькие букетики. И всем понравилось. У всех вроде получалось. Собирали цветочки, делали лепесточки, сделали обертку и завязывали их. Мне нравится делать цветы из бумаги и многое другое, что связано с бумагой. Подарю маме, ведь сегодня день семьи. Тема семьи отображалась и обыгрывалась в искусстве. Семью изображали на первых наскальных рисунках, о семьях слагали поэмы, семейные отношения часто описывались в летописях и рассказах. С появлением изобразительного искусства талантливые художники пишут картины, посвященные теме рода, семье и материнства, где передают индивидуальность и неповторимый характер персонажей, а также тонкие отношения, душевную теплоту и дружественность чувств. Все те уникальные черты семьи, которые ценятся превыше всего, дарят чувство защищенности и привлекают своей искренностью. Учащиеся третьей школы сделали подборку работ портретной и тематической русской, советской и современной российской живописи, начиная с XVIII века, заканчивая нынешним, известных и малоизвестных мастеров кисти. Более подробную информацию о картине каждый школьник мог найти с помощью интернета по QR-коду. А вот маленькие орлята России изначального звена в этот день по окончанию уроков вышли на школьный двор, вооружившись цветными мелками, и нарисовали все, что пожелали. Тема та же – «Моя семья». Всем сегодня день понравился, то есть он необычный, то есть мы впервые такой день сегодня устроили именно с мастер-классами, такими интересными, а не просто словами, стихами и так далее. Хочу пожелать сегодняшний день, такой солнечный, приятный день всем семьям, благополучия, здоровья, счастья, радости, чтобы семья всегда была наполнена светом, радостью и хорошим настроением.